Добрый день! В эфире Парасад. Программа Козыбаев Юниверсити. Мы рассказываем о крупнейшем вузе нашего региона, его студентах и преподавателях. В ближайшие 20 минут последние новости и интересные факты. Оставайтесь с нами! Козыбаев Юниверсити. Сегодня дружная семья обучающихся Козыбаев Юниверсити составляет более 7300 человек. Наши ряды пополнились первокурсниками, 43,5% которых поступили на грант. В этом году в Козыбаев Юниверсити на бакалавриат поступили 2105 человек. Из них 919 на бюджетную форму. 35 ребят являются обладателями аттестатов с отличием. Столько же знака Алтенбельга. 136 первокурсников будут обучаться на гранте в магистратуре и 12 в докторантуре. В текущем году большинство грантов было выделено на педагогические науки. 341. Следом идет сельское хозяйство и биоресурсы. Там было выделено 157 грантов и информационно-коммуникационные технологии. Туда было выделено 86 грантов. Гранты местных исполнительных органов были выделены Акмолинской области. Их у нас составит 25 человек. Особенность грантов, полученных по заказу местных исполнительных органов в том, что их выпускники должны будут отработать в течение трех лет в регионе, за счет которого велось обучение специалиста в ВУЗе. Здесь самыми востребованными также остаются педагогические специальности. Стоит отметить то, что педагогические специальности в текущем году требуются большим спросом. Это, во-первых, сказано принятием закона о статусе педагога, то есть для учителей Республики Казахстан делаются большие возможности для реализации в плане науки и учебной деятельности. Вместе с этим будет повышена стипендия для студентов, которые обучаются на педагогических специальностях. С первого по четвертый курс. 90 человек поступили в Казыбаев Юниверсити по программе Серпен. Они приехали из южных регионов Казахстана. Помимо нашей страны, география первокурсников обширна. Это Китай, Монголия, Россия и Узбекистан. Военная кафедра Казыбаев Юниверсити возобновляет набор девушек. Примерить на себя камуфляжный мундир, а вместе с ним и все тяготы армейской жизни готовы более 50 студенток. При этом конкурс составляет 4 человека на место. В прошлом году возможность обучаться на военной кафедре университета была лишь у юношей. Теперь прекрасная половина студенчества тоже может освоить военную специальность «Мобилизационная работа». Согласно заявкам Министерства обороны, девушкам будет выделено 12 мест на платном отделении. Еще 54 предоставлено парням. Всего на первый курс военной кафедры будет зачислено 133 человека. Из них 67 – на грант. Первый этап – это прохождение медицинской комиссии, второй этап – прохождение психологического тестирования и третий этап – сдача физической подготовленности. И после этого идет мандатная комиссия, подсчет рейтинга и соответствие рейтинга будет набираться в лучшие. После 30 сентября, начиная с 1 октября по 10, будем мы уже проводить второй, третий отбор. При этом девушкам никаких поблажек делаться не будет. Все этапы придется преодолевать наравне с парнями. Эти трудности не пугают Карину Финк. Она – будущий военрук в школе, и обучение дополнительно на военной кафедре – ее давняя мечта. Как и все школьники перед поступлением в какой-либо вуз, я ознакомливалась с рейтинговой оценкой вуза, с его обустройством. И вот как раз-таки наличие военной кафедры сыграло очень огромную роль. Еще со школы мне было по душе различное военное оборудование, военное снаряжение. Узнав о том, что как раз-таки будет набор на военную кафедру, я все-таки решила попробовать поступить, подать документы. Так как все-таки это считается моей давней мечтой еще со школьной скамьи, решила поступить на данную специальность. Так как я считаю, что девушки имеют полное право, так же как и парни, нести воинскую службу и служить на благо нашей Родины. Потребность в военном обучении у студентов Козыбаев-юниверсити высока. Уже подано свыше 300 заявок, из них более 50 от девушек. Кому удалось пройти отбор и предстоит внести свой вклад в развитие вооруженных сил Казахстана, станет известно в октябре. Начался новый учебный год. И в связи с пандемией для большего количества студентов он пройдет в дистанционном формате. О том, как в этих условиях будет работать библиотека ВУЗа, узнавали наши корреспонденты. С 24 августа библиотека начала обслуживание студентов, находящихся на очном и дистанционном обучении. Отпуск литературы ведется с соблюдением санитарных норм. Те ребята, которые занимаются онлайн, тоже не останутся без учебников. Несмотря на дистанционное обучение, мы продолжаем обслуживать своих студентов в онлайн-режиме. У наших студентов есть электронная почта библиотеки. То есть студент, который не может прийти в библиотеку за книгой, он может отправить запрос на ту или иную литературу, которой ему необходим, на ту или иную педагогическую печать. В течение суток эту книгу мы вышли ему на личную почту. С начала учебного года в фонд библиотеки поступило 8528 экземпляров. Литература представлена на трех языках – государственном, русском и английском. Книги расположены в девяти читальных залах и на восьми абонементах. Как говорил Уильям Текерей, книги просвещают душу человека, острят его ум и смягчают сердце. В библиотеке нашего вуза более одного миллиона книг. Уделяя особое внимание инклюзивному образованию, были приобретены книги со шрифтом Брайля. Заключен договор с компанией «Эпигров», где расположены тысячи электронных учебников по всем направлениям. Данная база доступна для всех студентов и преподавателей. Как ей пользоваться, можно узнать на обучающих вебинарах, которые проводят сотрудники библиотеки. Очень активно ведется оцифровка фонда. Сейчас оцифровывается вся необходимая литература для студентов с первого по четвертый курс для первого семестра. Все книги, которые оцифровываются, располагаются на главном сайте университета в разделе «Научная библиотека». Очень удобное расположение. Книги расположены по факультетам, далее по кафедрам. В прошлом году в библиотеку закуплен высокоскоростной планерный сканер, который позволяет оцифровывать книги любого размера, периодическую печать и старинные издания. В нашем информационно-библиографическом отделе мы занимаемся оцифровкой книг, переводом их в электронный вариант. Благодаря новому приобретенному оборудованию наша работа значительно облегчилась. Теперь мы можем оцифровывать по 10 экземпляров в день. Как видим, даже в новом дистанционном формате работа библиотеки по-прежнему остается востребованной у студентов, ведь хранилище знаний поистине является сердцем университета. В начале сентября с ежегодным посланием к народу Казахстана обратился президент нашей страны Касым Жомарт Токаев. Этот программный документ был с воодушевлением воспринят коллективом Казыбаев Юниверсити. Президент Касым Жомарт Токаев выступил со своим посланием, с очередным посланием 1 сентября 2020 года. И там такие моменты очень важные были, которые, конечно, запомнились. Это то, что будет выделено 150 миллиардов тенге на доплату медицинским работникам. И также очень отрадно, что начала действовать уже программа 5-10-25, на которую также будет выделено 390 миллиардов тенге. Ну и хотелось отметить, как работнику сферы образования, что с 1 января 2021 года будет поднята зарплата на 25% педагогическим работникам. Конечно, это очень радует, и на эти цели будет выделено 1,2 триллиона тенге. Ну и также такой момент, что 500 молодых ученых будут отправлены ежегодно на международную стажировку в западные страны. И тысяча грантов будет выделено молодым ученым по проекту ЖАСГАЛЭМ. В другой стране увидеть совсем другие отношения к науке без этого никак нельзя. Поэтому это очень важно, и, конечно, будут большие затраты на это, потому что там современное оборудование, где-то у них наука вперед шагнула. Поэтому потом все это привести, весь опыт, накопленный их к нам в Казахстан, это будет очень хорошо. Тоже радует, что пенсионные накопления можно использовать для покупки жилья. Ну там определенные моменты, конечно, есть, кому сколько лет и какая сумма накоплена. Очень хорошее послание, такие огромные задачи, поставленные такие цели, и колоссальные средства выделяются на все эти вот программы, которые объявил президент. Ну это очень даст хороший толчок, конечно, в развитии молодежи, и, как вы знаете, продолжать будет с дипломом в село. Теперь правительство становится как-то под контроль больше президенту подотчетно. Поэтому я думаю, что это вообще даст хороший эффект. Вот это послание, именно вот то, что он предложил, прекрасные задачи, очень хорошие. И я говорю, и надо нам их вместе как-то вот, народу Казахстана, вот это решить. Отличием послания 2020 года является то, что глава государства его опубликовал в такой сложный момент, как для нашей страны, так и для всего в мире в целом. Модернизировать и систематизировать работу государственного аппарата, всего правительства Республики Казахстан, а также промышленные предприятия, различные субъекты малого и среднего бизнеса, вот после долгих ограничительных карантинных мер, перезапустив их, направить в правильное и нужное русло. Для меня, как для студента, наиболее важным считается это доступное и качественное образование. Так как сегодня в условиях пандемии мы обучаемся из дома, да, и я считаю, что для каждого ученика, для каждого студента государство должно обеспечить качественное образование, должно обеспечить всем компьютерным обеспечением, а также всеми необходимыми научно-техническими материалами. С момента введения чрезвычайного положения и перехода на дистанционное обучение, наш университет обеспечил всех студентов, я считаю, всеми необходимыми материалами для достойного обучения из дома. В здоровом теле здоровый дух. В ходе онлайн-фестиваля «Здоровье» наши студенты приняли участие в утренней зарядке на свежем воздухе. Несложные спортивные движения под энергичную музыку зарядили ребят хорошим настроением на весь день. Мероприятие прошло с соблюдением социальной дистанции и масочного режима в целях реализации национальных программ по формированию здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok